ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокуратура района постаралась максимально не вмешиваться в хозяйственную деятельность субъекта, дабы не создавать излишних барьеров, давления лишнего. Несмотря на это, строительство в срок было не завершено. Возникли проблемы с завершением отделки объекта, возникли проблемы с установкой малых архитектурных форм, высадкой газона и некоторыми другими элементами строительства. В связи с чем прокуратурой района в адрес руководителя застройщика было внесено представление, которое было рассмотрено, удовлетворено. Пять должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе главные инженеры предприятия. Строительство объекта было завершено в максимально сжатые сроки, до окончания календарного года, что позволило реализовать национальный проект на территории муниципального района на 100%, не допустить срывов реализации нацпроекта, а также надлежащим образом обеспечивает подготовку учреждений на следующий учебный год. Сытным, вкусным, полезным. Таким, по мнению родителей, должен быть завтрак в школьной столовой. Уже не первый год в образовательных учреждениях детям дают бесплатное горячее питание. Однако им довольно не все. Кто-то жалуется, что блюда холодные, кому-то просто невкусно. Чтобы расставить все точки над «и», родителям даже предложили стать экспертами и самим дегустировать школьную еду. А вот окончательную оценку качества питания могут поставить только специалисты. Как это проходит, расскажем в нашем материале. Сегодня на завтрак у нас рис отварной, сосиска отварная и соус красный. Такая суета в школьной столовой перед каждой переменной. Накрывать начинают всего за пять минут до звонка и делают это очень быстро. Стараются, чтобы еда до прихода детей оставалась горячей. Получается это, правда, не всегда. К сожалению, этот фактор такой присутствует. Мы ничего с этим не сделаем, потому что даже если на раздаче кипяток, то пока накрыли целый зал, то, естественно, пока, если еще дети опоздали, малые там задержались, еще что-то, да, если они опоздали, то к тому моменту, как они подходят, уже немножко подостыло, конечно. И это несмотря на то, что Энгельская школа номер 12 – одна из немногих в городе, где еду готовят сами на кухне. В большинстве учебных заведений завтраки и обеды привозят уже в готовом виде в контейнерах. Потом подогревают и подают на стол. Правда, в обоих случаях требования к организации питания одинаковые. Меню должно быть составлено на 10 дней вперед, блюда не повторятся, калорийность соблюдена. Ребята, берем ложечки, берем хлебушек, чай, можно скушать либо рис половиночку, либо сосиску. За завтраком первоклашек сегодня наблюдают не только их педагоги. С проверкой приехала целая комиссия. Работники прокуратуры, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Дело в том, что накануне сюда заглядывали общественники, а после доложили в надзорное ведомство о нарушениях. В поступившей информации имели сведения о том, что при раздаче питания сотрудники пищеблока используют хозяйственные перчатки. При запуске детей в помещение столовой на местах имеются средства дезинфекции, не убраны в хозяйственное помещение. Образцы каждого блюда специалисты взвесили и забрали для лабораторных исследований. Также взяли пробы питьевой воды и смыва со всех поверхностей на столах пищеблока. Результаты анализа будут готовы через неделю. И они дадут полную картину того, насколько безопасно и качественно организовано школьное питание. По результатам исследований там будет известно, как проводится обработка, как проводится закладка блюд по технологическим картам, и какая продукция вообще доставляется поставщиками в данное учреждение. Проверки питания в школах прокуратура продолжит. Это будут и плановые визиты, и дополнительные, если в надзорное ведомство будут поступать жалобы от родителей. Как показывает практика, нареканий особенно много в начале учебного года. По мнению педагогов, это связано в том числе и с тем, что детям нужно привыкнуть к блюдам, которые отличаются от домашних. Чтобы видеть, как протекает этот процесс, специалисты предложили ввести журнал индекса несъедаемости и записывать в него, сколько нетронутой еды остается в тарелках. 37 уголовных дел в сфере ЖКХ. Столько с начала года возбудили саратовские следователи. Как уточнили в городской прокуратуре, по сравнению с 2021 годом, цифра выросла почти в три раза. Общий ущерб, который коммунальные мошенники причинили людям, больше 30 миллионов рублей. В основном деньги незаконно уходили со спецсчетов, которые жителям многоквартирных домов открывали для капитального ремонта. Один из таких случаев – ситуация в пятиэтажке на улице Огородная. Там у людей пропали больше 400 тысяч рублей, предназначенных на новые пластиковые окна. Крупную сумму обманным путем обналичил подрядчик. Для этого он подделал документы. Там был протокол, протокол, как бы собрание, фиктивный протокол. То есть в собрании такого не было. В этот же день был подписан договор с строительной компанией АПЕКС. И в течение быстрого времени были деньги списаны двумя траншами. А жители другого дома на улице Барнаульской из-за коммунальной аферы в буквальном смысле остались без крыши над головой. Больше года люди копили деньги на капремонт кровли. Но после того, как передали подрядчику задаток, почти миллион рублей, представители фирмы больше не выходили на связь. За это время уже не раз затапливала квартира на верхних этажах. Сейчас в крыше и вовсе образовалась огромная дыра. Однако денег на новую кровлю у жильцов теперь нет. Он же ограбил не меня, а весь дом. Представляете, пенсионеров. Пенсионеры от своих крохотных пенсий в то время. Такое было тяжелое время. Отрывали, увеличили до 22 рублей 28 копеек. Тариф. Мы кому говорили, все удивлялись. Говорят, это вы так подняли тариф. И мы говорим, да, потому что у нас катастрофическое положение. Сейчас жильцы пытаются вернуть деньги в судебном порядке. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело. Всего же в этом году было раскрыто 37 подобных преступлений. Большую часть ущерба, это около 20 миллионов рублей, потерпевшим удалось возместить. В текущем году мы столкнулись с таким вопросом и проблемой, что разноплановость именно преступлений в сфере ЖКХ. Если в прошлом году допускался факт, выявлялся факт хищения именно управляющими компаниями, жителей, денежных средств жителей дома, так и ресурсоснабжающих организаций, то в этом году возбуждаются уголовные дела. У нас три уголовных дела возбуждены уже по факту хищения денежных средств собственников дома. С одной стороны подрядных организаций, именно из фонда капитального ремонта по Саратовской области. Отправились по маршрутам. В Саратове прокуроры и чиновники проверили рейд по автобусам. Проверяли, работают ли транспортные карты. Их запустили с 1 ноября, чтобы льготники расплачивали за проезд. Правда, пассажиры пока не могут этого сделать. В большинстве автобусов до сих пор не установлены терминалы, хотя транспортники знали об изменениях. В итоге многим владельцам автобусов вынесли предостережение. Теперь они должны их исправить, иначе будут санкции. Некоторые перевозчики оказались просто не готовы к этому. Не со всеми до настоящего времени заключено соглашение. Ряд терминалов просто не принимает данный вид оплаты. И есть случаи, где перевозчики, несмотря на то, что они должны по удостоверениям тогда пропускать проезд граждан, предлагают им оплатить за проезд, но это является недопустимым. Помимо отсутствующих терминалов, проверяющие нашли множество других нарушений. Так водители до сих пор выдают старые билеты. Цены на них еще до повышения. Кроме того, на большей части транспорта отсутствует оснащение для инвалидов, не работают кнопки вызова водителей. Нашли ревизоры, разболтанные сиденья, а салоны в автобусах грязные. О том, что еще важного и интересного произошло в городе и области, мы расскажем вам в ближайших выпусках. Это была программа «Законность». До свидания. Продолжение следует...